Мы никуда не пропали, мы не закрылись. Сейчас мы вам покажем один гол. Я хочу сказать огромное спасибо фанатам, которые именно отнеслись ко мне, несмотря ни на что. Мы играем для людей, для вас, для наших фанатов, болельщиков. Приходят, играем за Ром, действительно. Основная идея – это протест не против клуба, протест против определенных лиц. Протест против непротивленных лиц. На секторе я об этом говорил. Людям? Так, чемпион. Фотография с автографом Саши Самедова. Мы разыграем в Инстаграме. Дальше приходите, поддерживайте нас, и мы будем радовать хорошим результатом. Короче. Друзья, всем привет. Наконец-то подъехал новый выпуск «Венелика Фаната», который вы так бы убеждали. Мы никуда не пропали, мы не закрылись. Мы также на просторах соцсетей, интернета, ютуба, сайтов. Короче, друзья, в этом выпуске мы сгоняем на мили-футбол. И автограф-сессия Александра Самедова. Как вы уже знаете, Самедов уходит из нашей команды. К сожалению, не доиграл он сезон до конца. А может быть, и к счастью, напишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу. Короче, мы начинаем наш выпуск. Ну, а дальше уже будем действовать по ситуации. Ну, что, Мишаня, здорово. Здравствуйте. Нашел я тебя, наконец-то, с прошедшими праздниками, во-первых. И всех вас поздравляем. Ну, пока вы отдыхаете, мы работаем, конечно же. Вот, мы сегодня на мини-футболе, я уже сказал, да. Миш, мы, так скажем, конец сезона выпали немного. Главная мысль для наших зрителей. Фратрия не отказывается от поддержки любимого клуба? Нет, мы с самого начала и не отказывались от нее. Просто было воспринято все слишком радикально. А так мы от нее и не отказывались. Мы выдвинули некоторые условия. И пока условия не выполнены, мы не отказываемся от протеста. Основная идея, это протест не против клуба, протест против определенных лиц, которые... Это потом пытались злые языки предоставить все это так, чтобы это выглядело, что фратрия против клуба. Фратрия не против клуба. Поэтому это заблуждение и попытка злых языков настроить. Какой выход из всего этого вакуума, который накопился вокруг болельщика, вокруг клуба, что должно исправить ситуацию? Например, в ближайший момент какое-то должно быть первое решение, чтобы... Решение должно быть снятие с Глушакова капитанской повязки. Как минимум. Как минимум. И не допускание его до тренировочного процесса. Сейчас мини-футбол, да, я так понимаю? Мы будем стараться... Будем стараться чаще приезжать на мини-футбол. Вот следующая игра, например, 12-го числа, это выходной день. Славу всех поддержать 19 января против мини-футбольного клуба КПРФ за Великий Магусь Спартак Москва. Ладно, погнали болеть за МФК и сейчас увидите, какая атмосфера у нас на мини-футболе. Саша Самедов. Мы уже писали в наших публиках. Саня, еще раз тебе спасибо за время, проведенное в «Спартаке». Спасибо большое. Сейчас мы вам покажем один гол, который, наверное, был таким довольно переломным в чемпионском сезоне. Ты помнишь, что матч с «Зенитом». Вот это вот атака веера, мы в дальнюю на... Смотри, ты был в начале у нас, в самом начале своей карьеры в «Спартаке». Потом долго время отсутствовал, не будем говорить в каких клубах, это уже неважно. Банальный вопрос, но давай не банальный ответ. Как ты выходил на футбол, на поле? Болельщики, где-то заряды, все классно. Что-то тебе запомнилось одно? Слушай, я скажу такую вещь, что я пришел сюда вернуться. Первый вопрос, который я задал людям, которые хотели меня видеть в «Спартаке». Как отнесутся к мудрощению фанатов? Потому что для меня это было очень важно. Я очень переживал за это. Потому что, опять же, лет 10-12 мои карьеры прошли в разных клубах, и я все прекрасно понимаю. Ну, в общем, я очень волновался за тот момент, как меня встретят. И то, когда я вышел именно на первую игру «Санжи», домашний, потому что первая игра была в Краснодаре, а домашний «Санжи». И не очень хорошо встретил это, это мягко говоря. «Спартак продолжает атаковать, еще один навес, далеко летит вверх, удар и гол! Как же бросили Саведова, подача Александр Саведов выводит «Спартак» вперед!» Хочу сказать огромное спасибо именно болельщикам, фанатам, которые именно отнеслись ко мне, несмотря ни на что. Я все прекрасно понимаю, мы все взрослые люди, но несмотря ни на что. Я очень горд, что я воспитанник «Спартака». Я очень горд, что мне удалось под конец моей карьеры заевать долгожданный титул. И всем спасибо, и действительно я буду болеть именно за «Спартака», чтобы все получилось. Но не будем, Саша, долгомучить, я сейчас автограф-сессия, доказать прощание в нашем клубе с нашими болельщиками. Думаю, не последнюю встречу у тебя с нами. Еще раз тебе огромное спасибо, что все прошло хорошо. Спасибо. Спасибо. Короче, друзья, фотография с автографом Саши Санедова. Кто не успел сегодня на автограф-сессии, мы разыграем в Инстаграме. Условие, как я уже сказал, вы увидите в нашем Инстаграме. Мы отдельно пост выложим. Ну а так, что, Сань, удачи тебе еще раз. Посмотришь, наверное, в выпуске. Короче, давайте фоточку разыграем. Всем спасибо. 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 Ребята, все приходите, поддерживайте «Спартак». Мы играем для людей, для вас, для наших фанатов, болельщиков. Очень приятно, когда люди приходят. Играем за Ром, действительно. Ребята молодые, пытаемся дух спартаковский внедрить, так сказать, в их сердца, в их душу. Играем, стараемся для людей показывать свои лучшие качества. Играем за Ром. Приходите, пожалуйста, поддержать нас. Будем рады. Вот так вот, говорит капитан. Он стал капитаном, Ромыч. Вот вы помните его по нашим выпускам, Ром? Реально состав новый. Вот 4 человека, вот 3-4, вот так вот визуально помните. Да, действительно, 4. Альберт Сайдер, от себя, Сенцов и вот. И Филатов, да. Слушай, ну, я тебя поздравляю с победой. Спасибо. На этот этап, молодец. С победой еще раз. Ты новый герой нашего выпуска, Альберт Сайдер. Скажи мне, вот эти сейвы, колени, локти болят вообще после матча, нет? На самом деле, после таких побед ничего не должно болеть. Я думаю, ровно до вечера. А дальше больше снимем. И будем двигаться дальше. Да, болельщики, всем привет. Атмосферный трибунок замечательный. Поэтому победа только им посвящается. Дальше приходите, поддерживайте нас. И мы будем радовать хорошим результатом. Короче, всех с праздниками, прошедшими, с наступающими. Будьте на связи. Мы здесь. Подписывайтесь на наш канал. Естественно, ставьте лайки. Ну и самое приятное, праздники уже прошли. Но все-таки мы вам расскажем. Мы для вас подготовили небольшой пул наших друзей, партнеров. В нашем инстаграме во вкладке «Партнеры» вы увидите приятные бонусы для вас. Всем спасибо, кто посмотрел этот выпуск, друзья. Мы очень рады, что мы снова вернулись. Надеюсь, вам все понравилось. Что хотите увидеть, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сейчас новая тема говорит про колокольчик внизу. Короче, вы сами все знаете, ребят. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Продолжение следует...